Туберкулез Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области Самарской областной ассоциации врачей И информационной поддержки журнала Личный врач Это программа «Звоните доктору» В нашей телевизионной скорой помощи Сегодня целых два дежурных доктора Это Игорь Сыганков Главный внештатный специалист Фтиезиатор Минздрава Самарской области Главный врач Тольяттинского Противотуберкулезного диспансера Здравствуйте И Лада Барышникова Главный внештатный специалист Детский фтиезиатор Минздрава Самарской области Заместитель главного врача По медицинской части Самарского областного клинического Противотуберкулезного диспансера Здравствуйте Мы работаем в прямом эфире 202-11-22 Сегодня два доктора Можно задавать массу вопросов Тем более у нас сегодня доктор взрослый И доктор детский Так что в общем-то все сферы Можно пожалуйста звонить и задавать вопросы Итак, туберкулез Я очень интересный факт нашла В интернете, когда готовилась к программе Не знаю, это правда или нет Действительно профессия фтиезиатор Существует только в России Эта профессия существует не только в России Но и в странах бывшего Советского Союза Потому что те успехи, которые были достигнуты В Советском Союзе В борьбе с туберкулезом Они просто поражают Своей эффективностью И больше того Вот после Сложного периода 90-х годов Когда взлетела заболеваемость туберкулезом Потому что все-таки туберкулез Это социально значимое заболевание Вот в 2017 году Российская Федерация Вышла из списка стран С высоким бременем туберкулеза И это было признание Всего мирового сообщества В тех успехах Которая достигла наша Отечественная фтизиатрия В борьбе с этим По-прежнему опасным заболеванием Ну вот вы сказали В странах бывших союзных республик А в Европе, получается, фтизиатров нет В Европе И там Кто там лечит туберкулез? С туберкулезом Там занимаются врачи Разных специальностей Почему? Потому что Ну вот Например Пульмонологи И Ведь там принцип у них какой Вот если брать Семейный врач И он направляет Тем или иным специалистам Нужен такой-то специалист Он направляет Допустим Ну условно говоря К неврологу Или кардиологу И Как правило Вот этими вопросами Там занимаются Афтизиатры Но Вместе с тем Надо сказать Что фтизиатическая школа Сохраняется И в том числе И В западных странах Почему? Потому что Вот проходят Международные конференции И специалисты Врачи-специалисты Врачи-ученые Которые К нам приезжают Это те Которые И с нами Разговаривают На одном Так сказать Языке Это Те доктора Которые Углубленно Занимаются Вопросами Афтизиатрии В их странах Вот Дорогие доктора Сегодня Когда во всем мире Бушуют страсти И очень серьезные Инфекции Коронавирус Пневмония И так далее Почему вообще Мы говорим Про туберкулез И не стоит ли Уже Забыть его В далеком прошлом Он Почему он до сих пор Считается глобальной угрозой Вот смотрите Здесь можно Наверное Упомянуть Обязательно Следующее Что в 2014 году Всемирная организация Здравоохранения Была сформулирована Глобальная стратегия По вопросам Туберкулеза И были поставлены Цели Перед всем миром Снизить Заболеваемость Туберкулеза На 90% И смертность От туберкулеза На 95% И когда Такая серьезная Задача была поставлена Начался Поиск Механизмов Реализации Этой задачи И это Длилось несколько лет И в результате Вот поиска Этих механизмов В 2017 году В России Была проведена Первая министерская Глобальная конференция То есть вообще Первое в мире Такое мероприятие Где собрались главы Ну более чем 100 государств Почему в России Потому что Российская модель Противотуберкулезной Помощи Оказалась Единственной Способной Решить Вот эту Поставленную Задачу Всемирной Организации Здравоохранения И там была Принята Декларация Это очень было Серьезное мероприятие Открывал ее Президент Российской Федерации Министр Здравоохранения Российской Федерации И в этой Вот Резолюции Этой конференции Было Одно из таких Пунктов Тиражировать Вот нашу модель В нашей стране Противотуберкулезной Помощи На другие государства Именно чтобы Добиться таких Результатов Поэтому и наша Специальность В тезиатрии И наши Профилактические Осмотры Они оказались Единственным Возможным механизмом Для достижения Тех показателей Которые поставила Всемирная Организация Вот удивительно И при этом Ведь Игорь Леонтьевич Сказал Что до недавнего Времени До семнадцатого Года В адрес России Звучали Ну Различные выпады Со стороны Всемирной Организации Здравоохранения По поводу того Что мы Недостаточно Внимания Уделяем Лечению Туберкулеза И что Россия вообще Служит барьером В борьбе с ним А вот Какова все-таки Ситуация На сегодня Какие цифры Как много У нас заболевших Как все это Есть какая-то Статистика Дело в том Что если Вот Говорить по Самарской области То Наиболее Неблагоприятная В эпидемиологическом Плане Ситуация Была В 2013 Самый высокий Был уровень Заболеваемости И вот За прошедшие 10 лет Заболеваемость Снизилась Более чем В два раза Распространенность Туберкулеза Снизилась Тоже Более чем В два раза И особенно Чем мы Можем Гордиться Это То что Смертность От туберкулеза В Самарской области Вот за эти 10 лет Снизилась Более чем В 10 раз Кривая стабильно Идет вниз Или Сплески Кривая стабильно Идет вниз И Особенно Надо сказать Что Из года В год Идет Улучшение Показателей Основных Основные Эпидемиологические Показатели Это вот Заболеваемость Которая снизилась Распространенность И смертность То есть Мы видим И даже Вот если мы Сравним Скажем 22-й год И 23-й год И тоже Прошло Снижение Показателей И заболеваемости И распространенности То есть Устойчивая Положительная Динамика В течение 10 лет Я предполагаю Что вы Сейчас все-таки Про взрослых Наверное Говорили А в отношении Детей Лада Анатольевна Такая же история Игорь Леонидович Говорил про Общую заболеваемость Есть такое понятие Общая заболеваемость По детям По детскому населению Тоже результаты Весьма значительные Потому что Вот тот Период Когда Игорь Леонидович Назвал Были высокие цифры У нас В год Заболевало Более 100 Детей Подростков Это 110 130 Были такие Количества В прошлом году У нас заболело Туберкулезом Всего 27 человек Детей Подростков Пести взятых То есть Это снижение Практически В три раза И конечно Эта тенденция Тоже устойчивая Динамика Снижения И опять же Это вот результат Всеобщих усилий Если вы Опоздали К началу программы Я сообщаю Что сегодня У нас в студии Врачи-фтезиатры Игорь Цыганков И Лада Барышникова И мы работаем В прямом эфире Телефон для звонков 202-11-22 Я думаю Что надо все-таки Поговорить о том Что же это за болезнь Все знают Что туберкулез Это что-то связанное С легкими А что именно Я думаю Что если Вот ориентировать Наших зрителей В плане Правильного отношения К своему здоровью И Здесь я даю сказать Что вот В чем Главная особенность Микобактерии Туберкулеза Это того возбудителя Который вызывает Заболевание Для того Что очень Высокая устойчивость К факторам Внешней среды То есть Туберкулезная палочка Она может существовать Вне организма Человека До трех лет То есть Это очень много А в организме Человека Если что-то попало Она может Просуществовать Всю жизнь И При этом Человек может Не заболеть Если у него Все нормально С иммунитетом Но Туберкулезная палочка Может ждать Такого момента И когда Иммунитет Кстати Различных причин Снизился Она может Взять свое Туберкулезная палочка Что делает С легкими Чтобы мы так Немножко поняли Чем опасно Заболевание Дело в том Начинать лечение Назвать В бытовом понимании Пятнышко Пятно То есть Если нормальное Состояние легких Это воздух В основном То получается Темное Легкое Потому что воздух Он легко Проницаем Для рентгеновских лучей Вот А любое препятствие Воспалительный процесс Он дает Светлое пятно И вот такие пятна Воспалительные Они могут быть Разного размера Разной Распространенности То есть Может быть Маленькое пятнышко До сантиметра А может быть Тотальное поражение Легких То есть Это опять Зависит от стадии Процесса И как быстро Может все это Распространяться Вопрос Я задаю Для того Чтобы понять Достаточно ли Один раз в год Проходить флюорографию Как правило Для Вот Жителей Самарской области Достаточно Проходить Один раз в год Но Для некоторых Групп Населения Которые имеют Какие-либо Хронические заболевания Снижающие иммунитет В части случаев Нужно проходить Раз в полгода Ну В первую очередь Это конечно ВИЧ-инфекция Почему Потому что Сейчас конечно Мы научились Лечить ВИЧ-инфекцию И Она То есть Мы здесь тоже Достигли определенных И значительных Я бы сказал Успехов Но Все-таки Раз в полгода Флюорография Вот ВИЧ-инфицированным Пациентам Нужно проходить Остальным Раз в год Этого достаточно Вы сказали Что Бактерия Правильно Бактерия Да Может жить в организме Много-много-много лет И человек об этом Не узнает И классификация Существует Открытая И латентная Форма туберкулеза Вот тоже Хотелось бы понять Когда Человек Становится Опасен Для окружающих Правильно ли Что Если он Об этом не знает И она у него Тихонько живет То это для окружающих Не опасно Ну вот Здесь Может быть Можно Нужно пояснить Что профилактические Осмотры для взрослых Это флюорографическое Обследование О чем сказал Игорь Леонтьевич И здесь Ранним выявлением Является Собственно Делают Пробы Кожные пробы На туберкулез Ставят Или пуговки Как вот Детям Объясняют То есть Кожные пробы И это на самом деле Вот это на самом деле Раннее Выявление Не туберкулеза даже А туберкулезной инфекции То есть Ребенок здоров У него на снимках Все хорошо Признаков Заболевания Туберкулезом Нет Но он уже Инфицирован Это как раз Та стадия Когда туберкулезная Палочка Попала в организм Вот И происходит Как раз Вот этот период Когда Становится Понятно Кто возьмет Вверх Или туберкулезная Палочка Будет дальше Развиваться Разовьется Уже туберкулез Легких Либо организм Справится И вот это Состояние Инфицирования Останется Всю Оставшуюся Жизнь У человека Здесь все Будет зависеть От состояния Иммунной системы То есть Вот это состояние Когда кожные пробы Показывают нам Что инфекция попала А все остальные Обследования Не показывают Что есть туберкулез Это как раз Вот это состояние Латентной инфекции Вот Лада Анатольевна Вы как раз Заговорили Есть группа родителей Которые все время Просят Сделать Какое-то Другое Другое Исследование Не хотят Делать пробу МОНТО Считают Что ребенок Здоров И зачем Вводить в его организм Неизвестно что Ну вот здесь Я бы сказала Что в последнее время Вот этот Вопрос Отказов Вопрос Сомнений Он Такую былую остроту Утерял То есть сейчас Ну вот по опыту Мы видим уже меньше Таких Да Сомневающихся Отказывающихся Родителей Потому что История с новой Коронавирусной инфекцией Все-таки научилась Что к инфекциям Надо относиться Правильно Адекватно И предпринимать И предпринимать Все меры Для защиты Поэтому Когда Такие родители Говорят Что мы Сомневаемся Нам это не нужно Мой ребенок Здоров Мы проводим Массу дополнительных Бесед С родителями И врач Беседует Родители Приглашают На врачебную комиссию Уже В состав Врачебной комиссии Беседует И как правило Процентов 90 Удается Развеять Сомнения Что Ну здесь Опять же Сомневающиеся родители Они чего-то опасаются А так как информации Недостаточно Они выбирают Самый простой путь Отказаться Я лучше не сделаю Со мной ничего плохого Не случится И здесь важно Как раз показать Что бездействие Оно может обойтись Гораздо серьезнее Гораздо дороже Да Сейчас появилось Уже много Методов Новых Обследований Диагностических И уже Проба Монту Не единственная Есть пробы С диаскин-тестом Есть Альтернативные методы Анализа крови Но они не входят В программу Государственных гарантий Бесплатного оказания помощи Вот И вот это все Беседуя Разбирая С пациентами С родителями В итоге Мы как правило В 90% Приходим К взаимо Такому Обоюдному пониманию Что все-таки Ребенку Нужно помочь Обследоваться И быть спокойным За его здоровье Нам надо еще С вами поговорить Все-таки про то Как жить с туберкулезом И Давайте сначала Сейчас посмотрим сюжет Который сняли Наши корреспонденты И увидим Как раз Людей Которые с этим Живут И как Добрый день Добрый день Присаживайтесь Виктория Прошла флюорографию Однако Ее результаты Вызвали сомнение У врача В результате Обследования Поставили диагноз Туберкулез Пациентка признается Он прозвучал Как гром Среди ясного неба Сейчас Виктория Проходит лечение В дневном стационаре Областного Туберкулезного диспансера Я очень позитивный человек Я подумала Что это все неправда Я здорова Я себя чувствую Отлично Как такое может быть Ну естественно Потом пришлось сделать повторный снимок Сдавать анализы И выяснилось Что туберкулез Очень такая Лживая болезнь Так скажем Причиной развития недуга Может стать Ослабленный иммунитет Хронические заболевания Вредные привычки Специалисты отмечают Первые симптомы Коварной болезни Человек может просто не замечать Появляется слабость Потливость Постоянно клонит в сон Многие списывают это На банальную усталость Или авитаминоз Начинают бить тревогу На поздних стадиях Когда развивается Кашель Передается заболевание От больного человека Здоровому Воздушно-капельным путем По статистике Один бактериовыделитель Заражает порядка 15 здоровых людей Концакт происходит На бытовом уровне Это скопление людей Транспорт Магазин Кинотеатр И на семейном У кого родственники Уже болели туберкулезом Либо соседи Болезнь Прогрессирует быстро Чем раньше Приступить к лечению Тем выше вероятность Что последствия Будут минимальны Если же проблеме Не уделить Должное внимание Вполне возможно Серьезные осложнения Больной Безопасно и не имеют Значимой лучевой нагрузки Для организма Держите фарту Чип по бокам Вдохнуйте Не дышать Если доктор Заметил на снимке Изменения То пациенту Назначается В туберкулезном Диспансере Дополнительное Обследование Рентген легких Анализы крови Мочи Мокроты От его результатов Будет зависеть Дальнейшее лечение Мы возвращаемся В студию У нас сегодня Врачи-фтезиатры Игорь Цыганков И Лада Барышникова И мы работаем В прямом эфире Если вопросы есть У нас еще Осталось немного Времени До конца эфира 202 1122 Телефон По которому Можно позвонить Еще в прошлом Наверное Даже столетии Считалось Что Туберкулез Это неизлечимое Заболевание Что на сегодняшний день Как врачи Справляются С ним Сейчас Туберкулез Является Абсолютно Излечимым Заболеванием И для нас Сейчас Для врачей И для наших Пациентов Нужно понимать Что ресурсы Для борьбы С туберкулезом Для излечения Они имеются В 1943 Году Был открыт Первый антибиотик Противоатуберкулезным действием Слептомицин И сейчас У нас Более 20 Противоатуберкулезных препаратов Которые мы можем Применять Для лечения Наших пациентов И для нас Сейчас важно И для наших пациентов Важна Приверженность Врач-физиатор При назначении Лечения И если Бывают Такие сложные Случаи Когда Консервативное То есть Лекарственное лечение Не помогает Такое тоже Иногда бывает Тогда Есть возможность Провести И хирургическое Лечение Туберкулеза Причем Сейчас Вот Абсолютно Доступно Оказание Высокой Технологической Медицинской Помощи Даже В федеральных Центрах Москвы Петербурга И Основной Основной Момент Это Приверженность То есть Это четкое Выполнение Рекомендации Но легкое же Не пересаживают Здесь Вот Тут ведь Еще есть Один момент Почему мы Так вот Говорим О приверженности Вот на этом Акцентируем Внимание Дело в том Что Все-таки Это заболевание Опасное Для окружающих И Естественно Туберкулез Он накладывает Определенное Ограничение И В первую очередь Мы На время Когда человек Представляет Опасность Для окружающих Его изолируем В стационар Конечно Это непросто Конечно И не быстро По-моему И не быстро Потому Мы уже говорили Что Довольно медленно Размножается С одной стороны Это хорошо Делится А с другой стороны Это длительность Лечения Но Вот Хочу сразу же Сказать Что Вот Такие успехи Нашей фтизиатрии Что Если У нас Появились Так называемые Короткие курсы лечения Но этот короткий курс лечения Он составляет Короткий курс лечения 9-12 месяцев Ого Вот Вот Скажем До этого У нас курсы лечения При лекарственно-устойчивой форме Достигали Достигает 24-26 месяцев И все это время Человек должен находиться В учреждении И Часть времени Вот Где-то считается так Что за несколько месяцев Мы Можем Обеспечить Безопасность Человека Для окружающих Подавить Процесс Туберкулезный процесс Но Дальше Это ведь Мы Что должны Обеспечить Чтобы не было Обострения Так ведь Да И поэтому Лечение продолжается В условиях После выписки Из стационара В условиях Санатория В условиях Дневного стационара В амбулаторных Условиях То есть Есть определенная Этапность И вот Эта пациентка Которую мы Сейчас видели На экранах Видите Там Процессы Относительно Ограничены И Она Опасность Для окружающих Не представляет Она лечится В дневном Стационаре Вот А те Кто Вот Так называемой Отрытой форме То есть Заразная Для окружающих Форма туберкулеза Это круглосуточный Стационар На период Когда Прекратится Бактериовыделение И пациент Перестанет быть Опасным Для окружающих Это один момент А второй момент Такой Вот Даже если он Перестал быть Опасным для окружающих Но есть Определенная категория Вот об этом Влада Анатолия Скажет Это дети Это серьезная опасность И беременная женщина Да Тоже Поэтому Значит Мы здесь как поступаем Если в семье Есть дети А пациент У нас Скажем Несколько месяцев Был стационар Его нужно выписывать И он сам Хочет выписаться Дети Мы направляем В санаторий Пожалуйста Еще на какое-то время Да На какое-то время А он дома Лечится Приезжает за лекарствами Получает лечение Это Один момент Ну и понятно Если в семье Беременная То тоже Мы стараемся Сделать так Чтобы контакт Был максимально разобщен Ну в общем-то Все это реально Ну и я думаю Что основной вопрос Который есть У всех У нас Что надо делать Для того Чтобы уберечься И не заразиться Туберкулезом Ну Ответ простой Думать о своем здоровье Ни в коем случае Не пренебрегать И часто загруженные Работающие населения Как раз активное Работающее население Не всегда Придает вот это значение Вот этим профилактическим Осмотром Нужно это все соблюдать И если говорить о детях То Легко Понятно На самом деле Вот Ребенок Никогда не заболеет Туберкулезом Если в окружении Все взрослые здоровы Поэтому Когда родители И все проживающие С ребенком Бабушки Дедушки Проходят флюорографию То это самая надежная Защита Ребенка от туберкулеза Ну и защита Самих взрослых То есть взрослые Должны понимать Что Забыв сходить на флюорографию Они не только о себе забыли А забыли о безопасности Своих детей То есть Те дети Которые приходят Уже с заболеванием Получили его Чаще всего в семье Ну так как Здесь зависит от возраста Конечно Маленькие дети Чем младше ребенок Тем у него круг общения Меньше И он сводится только К семейному кругу общения То маленькие дети Как правило Инфицируются И заболевают При источнике В семье Когда дети Старшего возраста Подростки У них круг общения Расширяется Иногда и мама с папой Не знают Где их ребенок Ходит Общается Да Там конечно Уже не всегда Удается установить Источник То есть Больного туберкулеза Взрослого Поэтому здесь За подростками И за детьми Более старшего возраста Нужен более тщательный контроль Вот очень приятно Было услышать Что у нас Такие хорошие Результаты Вашей работы Скажите А что все-таки Еще мешает Афтезиатрам И чем Еще можно было Улучшить ситуацию И еще Улучшить эти показатели Ну здесь Вот В первую очередь Все-таки Вот Я бы хотел Вот такую тему Вот Поднять Вот мы Работая в противотуберкулезных Медицинских организациях И врачи И медсестры И наши Санитарочки Мы все Ежегодно Проходим флюорографию Два раза в год Все Почему Потому что Вы в группе риска Мы в группе риска Совершенно верно Но Это Является Основным фактором Который Предупреждает Развитие Тяжелых Инвалидизирующих Смертельно опасных Форм туберкулеза Да Бывают случаи Что Кто-то из нас Медицинских работников Заболеет Но Поскольку Вот этот Вот интервал Относительно небольшой На ранних стадиях Вылечили Сделал выводы И дальше Работа Нет вопросов Я бы сказала В группе риска Но под защитой Да Да Саша Наверное Пламентуме Говорит Так что Мешает вам Работать Да То есть Раз в год Проходить флюорографию Вот это Это основа Основ И миф То что Заболевают Только социально Неблагополочные Слои населения Да Конечно Здесь Они Намного чаще Заболевают А заболеть Может любой И потому И заболевает Потому что Целый ряд моментов Которые Способствуют Заболеванию Да Вот допустим Неполноценное питание Факторы риска Курение Там Я уж не говорю Про употребление Наркотиков И Злоупотребление Алкоголем Это Ну Понятно Вот Поэтому Заболеть может любой человек Любого мы можем вылечить Главное приверживаться Вот Замечательно И на этих Радужных Прекрасных словах Мы заканчиваем Сегодняшнюю программу Вылечить могут Любого Но все-таки Лучше не заболевайте Берегите себя Благодарю вас за эфир Увидимся ровно Через неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин